Буэнос-Айрес! Сегодня поговорим о баллинге для морского аквариума. Баллинг-метод — это способ внесения в морской аквариум ионов кальция, гидрокарбонат, ионов магния и микроэлементов, необходимых для роста коралла. Называется он так, потому что придумал его сотрудник компании Tropic Marine Ганс Вернер Баллинг, собственно, в честь него и называется. Представляет собой три раствора, три емкости разных и дозатор. Дозатор по очереди дозирует заранее приготовленные вот эти вот растворы, о которых мы сейчас и поговорим. Первый раствор — это раствор хлорида кальция. Второй раствор, да, или вторая емкость — это гидрокарбонат натрия или сода. И третий раствор — это так называемая соль без соли. На самом деле там содержится сульфат магния, хлорид магния и трейс-элементы так называемые. Какой принцип действия? Вот мы добавляем в воду первый раствор, попадает туда хлорид кальция. Плюсуем к нему второй раствор — гидрокарбонат натрия. В результате этой реакции примитивно, да, так очень грубо, получается гидрокарбонат кальция, необходимый для роста кораллов, и хлорид натрия, который повышает соленость воды. Но повышает он ее криво, потому что морская соль, да, морская вода — это не только поваренная соль, это еще и другие ионы, да, в том числе там много магния. И вот чтобы этот дисбаланс не допустить, мы добавляем как раз третий компонент. Это морская соль, в ней есть все, кроме хлорида натрия, который мы и без того добавляем в процессе дозирования баллинга. Таким образом, нужно следить не только за уровнем кальция, да, который, напомню, должен быть там на уровне вот 400 до 440, уровнем карбонатной жесткости, да, тоже очень важный параметр, который для баллинга должен быть на уровне 7-8, наверное, я тогда, на мой взгляд. Но и за соленостью, то есть соленость у вас будет постоянно в процессе дозирования увеличиваться, да, решить это просто. Ну, главное следить за этим, да, решается это путем автодолива. То есть достаточно из аквариума отлить несколько литров воды, слить, и автодолив у вас, астматическая вода чистая компенсирует это. Или вы можете это делать вместе с подменами. Вот, а теперь, что касается приготовления растворов. Тут есть несколько путей. Самый простой и самый правильный, на мой взгляд, это купить готовые комплекты соли, да. Ну, прежде всего, хочу сказать, что если у вас аквариум совсем небольшой, да, то можно купить эти растворы уже готовые в бутылках, да, и дозировать дозатором там. Вот, но, на мой взгляд, правильный способ это купить килограммовые там упаковки этой соли и согласно инструкции приготовить. Мякотка в том, что ты отвешиваешь на один объем, например, там, на пятилитровую баклажку, да, ты отвешиваешь разные количество соли, да, там, следуя инструкции, и дозируешь потом, для того, чтобы этот баланс держался весь, дозируешь, дозатором одинаково. Например, там, по 100 миллилитров в день, да, там, на 500-литровый аквариум, например. Вот, там уже тестами там подгоняешь. Есть другие способы, там, Balling Light, например, где используются более законцентрированные растворы. Но для ознакомления и для вот, для понимания сути процесса я бы рекомендовал вам именно вот этот способ, да, с Balling оригинальной, так называемой. Вот. Есть еще один способ, да, не покупать, а сэкономить там лишних 500 рублей. Ну, может, не 500, ладно, больше. Можно в магазине химореактивов купить чистый хлорид кальция, потому что в первом компоненте в аквариумной упаковке, да, фабричной будет именно хлорид кальция. Он ничем не отличается, кроме цены, которая может быть на порядок отличаться. Купить там же в химореактиве или в ближайшем гастрономе купить соду, да, и третий компонент, без которого не обойтись, можно делать самоместную, это вообще гон уже, на мой взгляд. Третий компонент – это соль без соли, да, в которой будет магний и необходимые трейсы. Вот. И, соответственно, по табличке, тут вот табличка, пожалуйста, ссылку я на нее также прикреплю в описании. Готовьте себе на здоровье эти самые растворы. Что касается плюсов и минусов, ну, наверное, нужно было вообще видос начать с того, что баллинг-метод – это альтернатива к использованию кальциевого реактора вместе с мешалкой кальквассера, да, о которых я уже делал видосы, и, пожалуйста, вот тут вот подсказка, если вас интересует эта тема, посмотрите. Плюсы. Есть то, что, по сути, меньше компонентов. У тебя три баклажки, они могут быть любого объема, и маленький дозатор – это низкие изначальные вложения, да, то есть там, ну, дозатор стоит там 5000 рублей, да, там, ну, 80 долларов, например, и комплект баллинга еще там 50 долларов. Вот. В отличие от кальциевого реактора, который… это тебе нужен кальциевый реактор, нужен к нему баллон, и по-хорошему тебе нужен еще и мешалка кальквассера, а еще по-хорошему тебе к этому кальциевому реактору еще и водорослевик неплохо было бы иметь. Вот. То есть тут с баллингом проще в этом отношении. Из плюсов то, что ты можешь поправить баланс. Например, если у тебя какой-то перекос между кальцием и карбонаткой, ты можешь отдельно каждый компонент поправить, да, чтобы к этому балансу прийти. Кстати, вот табличка, как этот баланс примерно должен выглядеть. Ссылку на него также я оставлю в описании на этот график. Вот. Но, с другой стороны, этот плюс также является и минусом, потому что, в отличие от кальциевого реактора, который дает себе кальций и карбонатку вот прям вот как надо, как вот боженька послал, то тут своими кривыми руками в баллинге ты можешь на рука жопить и этот баланс, например, сдвинуть. Да, может, тебя может убежать соль, именно ионный состав. То есть у тебя соленость может показывать нормально, там 35, но там будет ломовое количество хлорида натрия, например, если ты не использовал соль без соли, да. То есть свои недостатки тоже есть. И там, и там. Ну и глобально так, наверное, баллинг это все-таки для не очень загруженных систем или для небольших каких-то аквариумов, да. Вот. Поэтому решать вам, выбор за вами. Напоследок, ребята, напомню, что у меня есть на канале видосы по дозаторам для баллинга. Вот здесь появится сейчас ссылочка. Ну и если вас интересуют еще какие-то темы в этом же формате, посмотрите. Я говорю, у меня есть там про кальциевую мешалку, про кальквасер. И пишите обязательно в комментах, что бы вы хотели еще послушать. Может быть, вообще мне на байки травить какие-нибудь, да, а не про реакторы рассказывать. Ну вот. Ладно, спасибо большое. Чао, какао. Ставьте лайкосы, подписывайтесь, жмакайте колокольчик. Абригадо, пор фавор. Чао, какао. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok